Обращаю ваше внимание, что теперь здесь присутствует R для экспериментальной подвыборки. R² – это R². Мы видим, что для обучающей R – 0,71, для экспериментальной – 0,72. То есть в нашем случае оказалось, что на экспериментальной подвыборке модель работает даже лучше, чем на обучающей. Таким образом, мы можем сделать вывод, что наша модель не переобучена, она устойчива. Тем не менее, мы еще не переходим к содержательной интерпретации коэффициентов, поскольку модель еще не в полной мере зарекомендовала себя. Мы должны посмотреть на последнюю табличку, последнюю строчку, на величину стандартизированных остатков регрессионных. Что это за остатки? Это как раз разница между предсказанными и наблюдаемыми Y. Например, для произвольно взятого респондента реальный Y был 7. Предсказан для этого респондента Y равный 5 и 46. Есть некоторое отклонение, которое и фиксирует переменные с остатками. Мы пока что сохранили просто остатки, то есть просто арифметическую разницу между первой и второй величинами. Эти простые остатки не говорят нам о том, какие остатки серьезны, а какие остатки приемлемы. Вот, например, этот остаток 1.53, а этот 4.27. Оба они серьезны и требуют задуматься о предсказательной способности по конкретным профилям. Или они оба могут быть приняты без особого рассмотрения. Так мы не увидим, пока не посмотрим на стандартизованные остатки. Которые как раз тем и хороши, что имеют критическое значение на 95% в доверительном интервале. Это 1.96 по модулю. Мы видим, что у нас есть и в обучающей подвыборке, и в экспериментальной подвыборке профили с такими высокими по модулю остатками. Прежде чем перейти к стандартизованным остаткам, надо еще поработать с обычными простыми остатками. Надо запустить по ним описательную статистику и посмотреть, где находится среднее по этим остаткам. В идеале должна быть в нуле. Если в нуле, значит мы правильно подобрали предикторы и правильную форму регрессионной модели подобрали. В данном случае прямая линия. Запускаем через Explore. Continue. Ок. Видим, что у нас, конечно, ненормальное распределение, но среднее в нуле. Практически в нуле. Можно проверить, действительно ли она сочетается.